Ребята, чтобы прыгать с парашютом, взяли несколько надувных резиновых кукол. Поделитесь своим фетишем, что вас беспокоит, о чем вы мечтаете. Мужское или женский, клиторальный или вагинальный, там, внешний, внутренний, кто как это называют. Мы же тут делец развращений, продаем что-то вот запрещенное. Хочешь узнать больше о современных и интересных профессиях, но боишься задать глупый вопрос? Мы зададим все глупые вопросы профессионалам за тебя, а они расскажут, как все есть на самом деле. Ты смотришь 10 глупых вопросов. Меня зовут Сухов Иван, и я уже три года работаю в компании «Точка любви». Сначала продавцом, а теперь и тренером отдела обучения по работе с сотрудниками и с клиентами. Мне кажется, каждый год в сексе открывается что-то новое. Ну, невозможно знать об этом. Бывает, часто даже будущие сотрудники или клиенты спрашивают, как стать мастером в этом. Вы же наверняка разбираетесь. Я думаю, тут нет никакого мастерства, потому что все люди индивидуальны. И набор фетишей, привязанностей и вообще вот затаенных фантазий и желаний, он обширен у каждого человека. И стать мастером в этом, мне кажется, невозможно. Можно стать мастером в том, чтобы слушать своего партнера, говорить с ним. Это да. И вот тогда уже вы станете мастером непосредственно с тем человеком, которого выбрали. Мы шутим и называем это определенной профдеформацией. Потому что даже если человек такой закренелый, консервативный относительно вопросов секса, приходит к нам, он вынужден на себя примерять роль продавца. Соответственно, он учится работать с запросами клиентов и тем языком, которым должен говорить продавец. И спустя буквально 2-3 месяца сотрудник, сидящий в секшопе, в окружении товара. Стоит понимать, что сотрудники там находятся постоянно и стеллажи, полки заполнены товарами, предназначенными для секса. И у тебя спустя какое-то время происходит эта профдеформация, когда ты уже перестаешь воспринимать это как что-то необычное. Это всего лишь инструменты для определенных техник. Вот лично у меня была проблема, когда, наверное, спустя 2 или 3 месяца как раз работы, я оказался в компании. Ну, что-то вроде вечеринки. И, соответственно, когда там вскрылось, где я работаю, меня обступили люди с очень интересными вопросами касательно того, чем я занимаюсь. И я уже вот этим техническим языком отчасти, отчасти вот свободно выражаясь, где что у человека находится, как это стимулировать, что для этого больше всего подходит, замечаю, что я вот стою, рассказываю, и для меня это вопрос работы и простых вещей, да, где что находится у женщины или мужчины. А для слушателей на этой вечеринке я выгляжу очень странно, они смотрят на меня с вот такими глазами и такие, о чем ты разговариваешь, разве можно об этом вот так свободно говорить? Это вот то, к чему приходят все сотрудники так или иначе. Вот эта вот профдеформация, когда для тебя это становится, ну, обычным делом, разговор о интимных нуждах человека. А почему бы и нет? Я уже сталкивался с таким вопросом от клиента, и он говорил, зачем чинить то, что не сломано? Зачем улучшать то, что работает превосходно? Я как сейчас помню, я ему сказал, ну, с таким же успехом люди бы пили воду и ели хлеб, но мы зачем-то придумали кучу кулинарных изысков, чтобы улучшить восприятие пищи, да, мы придумали там условно сладкое, начали делать крутые коктейли, углубляться в кулинарию. Так, секс с родни сетом, да и в принципе любая сфера, которой человек интересуется, мы стараемся продвинуться дальше, улучшить ее как-либо. И секшоп позволяет в сфере секса пойти дальше, сделать себя лучше, сделать партнеру приятнее, реализовать что-то, что чего ты хочешь. Регулярный секс не значит, что он еще хороший, не так ли? У самого себя есть какие-то желания, которые ты хочешь реализовать с ним. У партнера есть желание, которое хочет реализовать он, да, иногда они пересекаются, иногда нет. И вот где-то люди идут на уступки, потому что кому-то что-то нейтрально, а для кого-то это прям вах, взрыв эмоций, чувства, страсть. И вот когда происходит синергия между партнерами, это получается идеально. И получается в секс-шопе у нас тысячи инструментов для того, чтобы добиться этой синергии, чтобы обоим было комфортно. Я всегда говорю, что внутри секс-шопа нет нетактичных вопросов. Если мы сюда уже вошли, мы будем говорить о взрослом. И, разумеется, мне придется задавать вопросы. Понятное дело, нужен необходимый какой-то определенный small talk, фундамент доверия между нами, да, который нужно создать. Но впоследствии каждый умелый сотрудник, он показывает клиенту, что меня не особо интересуют именно интимные подробности с точки зрения рассмотрения их, как что-то, ох, поделитесь своим фетишем, что вас беспокоит, о чем вы мечтаете. Нет, правильный разговор, он приходит в русло, что какая у вас чувствительность, что вам нравится, как бы вы хотели, что вас там беспокоит или не беспокоит, что вот она думает об этом, а что вы думаете об этом, как мы можем прийти к тому, чтобы вы оба получали удовольствие, чего вы хотите получить. И обычно люди на эти вопросы отвечают достаточно честно. Ну, если ты правильно подобрал фразы. Если вот копаться в словах, то фетиш, да, это норма. Любой фетиш норма. Когда фетиш превращается в девиацию, он перестает быть нормой. Фетишей очень много. Если честно, я интересовался подобным еще до того, как устроился в точку любви, потому что с точки зрения, наверное, внешнего наблюдателя, мне всегда казалось интересным, как люди вообще находят коннект между собой, особенно в плане секса. И фетиши их, миллионы, миллиарды формируются они на основе каких-то событий, которые случились в жизни, и там, и любовь. Не знаю, голышом по снегу бегать, это тоже фетиш. И он тоже абсолютно нормален. Фетиш нормален, пока он никому не вредит. И люди порой называют очень странные, специфичные вещи. Ты примерно понимаешь, как это могло сформироваться, или как человек мог к этому прийти. Но вот я всегда говорю сотрудникам, у нас, кстати, в сети работают даже асексуалы. То есть те, кто сексом, в принципе, не интересуются, и они хорошие продавцы. Ну, там, часть из них прям более чем хорошие продавцы, прям великолепные. Почему? Потому что вот этот внешний взгляд наблюдателя и стремление понять. Не осудить, а понять. Чтобы когда человек что бы мне ни сказал, я понимал, почему он хочет именно этого, какое это ему удовольствие даст, и подобрал ему с полок что-то, что может ему подойти. Если вы не выбираете именно штуку, которая бьет током. Но даже так, мы не используем понятие бьет током. Есть понятие миостимуляция, электростимуляция. Это как раз стимуляция мышц, либо внешних участков кожи с помощью электрических импульсов. И если одни могут дать там ощущение сжатия, напряжения мышц, то другие непосредственно удар током. В любом случае, подобно мобильным телефонам, подобно гаджетам, аккумуляторы таких игрушек не способны нанести какой-либо вред здоровью с помощью вот удара током. Да, некоторые штуки могут быть болезненными, но обычно это желание клиента. Мужское или женский, клиторальный или вагинальный, там, внешний, внутренний, кто как это называют. На самом деле вопрос реально интересный, потому что людей много, и для каждого оргазм — это совокупность каких-то факторов. Что женский, что мужской. Почему-то принято считать, что мужской оргазм, он простой. Но на самом деле у него тоже куча сложностей и психологических факторов. Так вот, чтобы сбросить оковы, отказаться от цепей, иногда нужно очень много, иногда нужно безумно мало. Да, бывали ситуации, когда я просто разговаривал с человеком, объяснял, что как работает, что все, тебе не нужно этого стыдиться, это нормально, просто попробуйте, объясни, она, скорее всего, поймет. И человек брал там, ну, буквально лубрикант, классический лубрикант, на водной основе, без каких-либо добавок, и уходил довольным. И он наверняка получал вечером оргазм, а иногда и говорили, что возвращались, и такие, ой, спасибо, что у вас еще есть. Ощущение ненормальности исчезает, человек перестает загоняться в процессе полового акта на какие-то свои странные предубеждения в голове. И классический его секс такой же был, как вчера, но вот только после этого разговора становится ярче, свободнее открытие, он уже после этого получает оргазм. И, разумеется, есть ситуации, когда там девушки, взрослые женщины, воспитанные в определенной среде, испытывающие стыд по отношению к самому сексу как явлению, там уже все гораздо сложнее, там одним разговором не решишь, ты не можешь просто человека убедить в том, что получать удовольствие от секса это нормально. И где-то через игрушки, где-то через какие-то фетиши, где-то через ролевые игры, ну, то есть вплоть до ситуации, что женщина не получает оргазм во время классического секса, но как только она меняет свою роль, становится другой, у нее все с этим хорошо, потому что она вот больше не несет ответственности за свою личность как таковую и только за ту, которая отыгрывает. Что с мужчинами, что с женщинами, это очень много зависит вот здесь. Поэтому среднюю цифру, ну, буквально от 1000 до 50 тысяч рублей, пусть будет так. Да, пожалуй, наверное, так и сказать. Давай зайдем в секс-шоп. Разумеется, давайте построим ситуацию. Я хочу зайти в секс-шоп, посмотреть, что там есть, партнер скажет, зачем нам это, у нас все хорошо. Как раз-то тут и начинается, что тут больше работы должен провести сам клиент со своим партнером. Когда у разных людей разная сексуальная конституция, отношение к сексу, они всегда немножко проблемные, на мой взгляд. И это иногда видно по парам, которые к нам заходят, потому что одним интересно, у них широко открытые глаза, им прикольно, они хотят что-то попробовать, а другие испытывают стресс, страх, они агрессивны по отношению, ну, умеренно агрессивны по отношению к продавцу, потому что мы же тут делец развращений, вот делец продаем что-то вот запрещенное, и его партнер подсел, заинтересован, а он хочет с этим бороться. Вот в таких ситуациях работать сложно, потому что ты понимаешь, что вот у них абсолютно разное восприятие, и тогда придется работать, разумеется, с тем, кто негативно к нам настроен, попытаться донести, что секс это нормально, что думать о своем сексе, это логично, потому что это часть отношений, так же, как там любовь, забота, уважение, понимание, ну, и где-то между ними секс, который, если он хороший, то остальные участки отношений, сферы, прослойки, они так же будут компенсироваться, потому что секс во многом помогает партнерам решить какие-то сторонние проблемы, так же, как и при наличии разумного понимания, заботы и уважения внутри ячейки общества, когда дело дойдет до вопросов о сексе, оба партнера, скорее всего, отнесутся к желанию одного из них с уважением, с принятием, давай хорошо, пойдем посмотрим, но до того, как попасть к нам, мы ничего не можем сделать, и, разумеется, тут все зависит только от партнера А и партнера Б, как они решат. Очень частый запрос, когда вы уже ранее спрашивали насчет, когда люди хотят привнести что-то новое в отношения, это вот классика, потому что пары, входящие с запросом, мы не знаем, что попробовать, хотим что-то интересное, и вот это вот что-то новое, это вот прям классическая связка, они не знают, но они хотят, потому что секс стал обыденным, секс стал бытовым, у кого-то он изжил себя, опять же, понятное дело, что, как пары, такие страстные, разгоряченные, они всегда найдут, чем заняться, куда сходить, что попробовать, погуглить, посмотреть и так далее, но для тех, кто никогда это не исследовал, секс-шоп становится, пожалуй, единственным решением, где прийти и просто сказать, я хочу что-то новое, выпишите мне рецепт, и продавец уже работает с двумя, пытается заинтересовать какую-то игрушку парную, игрушку, которую можно применять на партнере, и наслаждаться тем, что с ним происходит, белье, да, белье всегда украшает отношения, оно всегда украшает секс, да, тот же БДСМ, косметика, массаж, свечи, ну, то есть, вариантов расширить их масса, и вот тем, кто приходит за чем-то новым, просто будьте готовы, когда что-то откликнется в душе, сказать продавцу об этом, вот это мне интересно, вот это я бы попробовал. Да, были, были, причем, все бывает, до сюра доходит, вплоть до того, что у людей, ну, типа, не нашли нужную кнопку, хотя у нас по технике продаж, мы всегда объясняем, как работает, там, инструкция, как подключаться к приложению, и так далее, люди часто приходят, такие, мы не разобрались, опять же, будем честны загуглить, как работает игрушка, не всем хватает смелости, или понимания, люди иногда такие, а как загуглить, что в этом интернете написано, господи, блогеры существуют, которые тысячу раз разбирают игрушку внутри блогов, возвраты бывают достаточно странные, и с тем, что игрушка вот не понравилась, она мне не подошла, в таких случаях мы предлагаем, либо заменить, да, на какую-то альтернативную, то при условии, что вот это подходит под регламент возврата, так обычно консультация очень строго ведет к тому, чтобы выявить истинную потребность человека, и предложить ему ту игрушку, которая реально ему подойдет, которая будет исключительно его игрушкой, и обычно продавцы не совершают подобных ошибок, разумеется, бывают вот абсурдные возвраты, что у меня должно было быть свидание, а мы расстались, вот я купил игрушку в подарок, а она ушла, согласитесь, не каждой вот новой девушке, или подруге, можно передарить купленный кому-то вибратор, или косметику, но не каждый поймет, вот, и вот такие возвраты, да, разумеется, присутствуют, ну и классическая, это вот техническая поломка продукта, когда брак, да, при производстве, разумеется, это всегда происходит по регламенту, меняется игрушка полностью на новую, без каких-либо доплат, в кратчайшие сроки, потому что такие, скажем, косяки мы прям исправляем, и очень четко, люди приходят специфичные, и для некоторых товар являются не просто табуированным, да, а чем-то сродни какой-то ачивки достижения, это вот как побывать на пирамидах и украсть камешек с пирамид, вот, разумеется, регулярные кражи с магазинов, это вот схваченная с прилавка полка и унесенная как какая-то драгоценность, из нестандартных ситуаций, ребята, чтобы прыгать с парашютом, взяли несколько надувных резиновых кукол, причем разного цвета волос, чтобы у каждого была своя, и вот где-то там наши куклы прыгали с парашюта. Еще одна какая-нибудь ситуация, крайне нестандартная мужчина, который покупал член, чтобы им подраться, его в гостях вызвал его знакомый на дуэль членами, и он приходил, выбирал наиболее длинный, с наиболее увесистой мошонкой, чтобы навести самый больший урон своему оппоненту. Типа, вот, специфичный, ты понимаешь, что человек ищет игрушку, ну, типа, он сам смеется, и он ищет игрушку не для реального использования, и вот, перебирал то, что есть, тот, что поувесистее, махал руками, готовясь к бою, да, это сюрно, я понимаю, но почему бы и нет, это странно, да. Случаются кражи, и иногда кражи бывают совершенно нестандартными. Смешная история в том, что я видел это с записей камер видеонаблюдения, говорил с сотрудницей, входит пожилая бабушка, идет прямо внутрь секс-шопа, находит стойку со стропонами, осматривает ее, вытаскивает из пакета стропон, видимо, купленный где-то и не подошедший ей, не знаю, бросает его на пол, берет другой стропон с полки, и убирает в пакет. Разумеется, сотрудник, ну, не имеет права как-то препятствовать, да, происходит в какой-то степени ограбление, какое бы оно странным не было, но это прям вот считается как грабеж. И сотрудник говорит что-то бабушке, пытается ее остановить, вот, не прикасаясь, но бабушка твердым, уверенным шагом покидает помещение. Для нее, возможно, все соотносительно, какой-то стропон не подошел, она его возвращает и берет себе новый, впрочем, не консультируясь, подойдет ли он ей или нет. Победить в ролевой игре, наверное, и сыграть убедительно, так, чтобы остались довольны оба. Тогда победа будет за двумя. Ролевые игры вообще очень специфичная штука, она помогает очень многим парам, и кто-то подходит, банально купив костюм, да, купив костюм медсестры, все, медсестра, ты пациент, начнем лечение. А кто-то подходит прям с долей невероятной какой-то фантазии, подбирают костюм, договариваются о месте встречи, снимают номер в отеле, и вот такая подготовка, фактически театральная постановка между партнерами, парики, другой макияж, другие имена и предыстории. Они могут там часа два-три сидеть в ресторане отеля, рассказывая выдуманную жизнь, чтобы максимально вжиться в роли разных людей. Ну, вот, вплоть до этого. Поэтому, я думаю, в сексе есть тоже свои вот ролевики, которые прям погружаются в процесс. Вообще, наручники достаточно жесткий девайс, даже тот, который продается у нас. Они стальные, режут руки, не всем это подходит. И визуально, как элемент фиксации, разумеется, если мы отыграем там полицейского, заключенного, что-то подобное, без наручников не обойтись. Но, если говорить о фиксации как факте, предпочтительнее было бы взять там оковы или что-то подобное, мягкое, которое будет держаться долго, рука в них не будет испытывать какие-то болезненные ощущения от напряжения. Ну, и разумеется, понятное дело, у всех есть ключи, у всех есть зажим, который ты нажимаешь, и они раскрываются, чтобы любой участник в процессе мог освободиться. Так что, такие условно-театральные наручники для визуального взаимодействия и не более. Игрушки сейчас практически каждый бренд развивает воздушно-волновую стимуляцию, так называемые бесконтактники. Это как раз стимуляция клитора, она как появилась в 2015 году, вот она сейчас просто каждый бренд стремится, стремится завоевать этот рынок и представить свою игрушку. Есть, разумеется, мастодонты, которые на нем давно считаются классикой стимуляции воздушно-волновой. Есть те, кто пытаются догнать и предложить что-то же такое, но альтернативное, необычное, как в любых гонках вооружений, технологий и все средства хороши, каждый по-своему. Среди косметики, разумеется, жидкие вибраторы, которые появились вот не так давно, которые как раз ощущение вибрации дают просто впитываясь там в клитор, в половые губы, в уздечку, в головку члена, вот с помощью такого. И ощущение у партнеров вот эта вот вибрация, покалывание, приятное ощущение. Это вот, да, в тренде. И если вот мы поговорили про женщин, про косметику для двоих, про мужчин, мастурбация, VR-технологии, теледильдоника, там удаленное использование двух игрушек в паре, мужчина и женщина на разных концах света используют игрушки, игрушки синхронизированы, передают сигналы партнеров друг другу. Ну, VR, как я сказал, надеваем очки, у нас мастурбатор на причинном месте, и мастурбатор двигается в такт движением актрисы на ролики, а ролики сняты в формате POV, POV, POINT OF VIEW, когда от первого лица у мужчины, и он как раз может наблюдать в этих VR-очках, что происходит, что, кто, кто там делает. В секшопе попытаться устроиться, пройти кастинг и обучаться у наставников. Когда в нашу компанию устраиваются сотрудники, у нас есть несколько дней кастинга, где мы поверхностно рассказываем о товаре и о продажах. Ну и, разумеется, кто проходит порог адекватности, тех мы берем, и уже происходит более глубокое обучение. Потому что, ну, а, невозможно научить всему тому, что есть в секшопе за один день, вообще невозможно. На это и уходит гораздо больше времени. А, во-вторых, всегда будут приходить люди, которые, которых интересует не работа, которых интересует развлечение, возможно, какие-то мифы о сексе. Там, что, ох, буду устроиться в секшопе, буду спать с клиенткой. Как? Если бы. Извини, мы тебя не возьмем такого. От 30 тысяч, если он прям вот вообще не хочет разговаривать с клиентами и работать, и до 130, если вот он прям активно продает, разбирает клиента и делает себе постоянников тех, кто хотят консультироваться именно у него, приходить к нему и покупать. Полагаю, просто сотрудник, затем сотрудник-эксперт, который уже более, более опытен и компетентен в вопросах продаж и знания продукта. Ну и разумеется, вот у нас есть всегда кураторы и наставники, которые доводят обучение до идеального, скажем, бриллианта. Доучивают сотрудника так, чтобы он прям вот понимал все и от зубов отскакивало. Ну и разумеется, понятное дело, управляющий, старший продавец, тренер. Всегда можно двигаться куда-то дальше. Учить и, наверное, разговаривать, потому что вот когда ты обучаешь человека, как будто что-то отпускает, как будто кто-то в России стал чуточку осведомленнее о сексе, а значит, где-то у кого-то проблемы, возможно, решаться, он сможет подобрать себе что-то, что его успокоит. Бесят в профессии, наверное, консерватизм определенных людей. Консервативные, но те, кто слушают, они вызывают даже уважение, потому что неважно, сколько человеку лет, где, в какой семье он воспитывался, какой религии придерживается, он готов выслужить противоположное мнение тебя как консультанта. А есть те, кто не дают даже слова сказать и что нет, у вас это все для извращенцев, это все плохо, это все запрещено, нельзя, нельзя, нельзя. И ты пытаешься как-то, да нет же, смотрите, есть товары для здоровья, есть что-то абсолютно лайтовое, не обязывающее ни к чему, но они такие, нет, нет, нет. Слушайте людей, слушайте, что они говорят, старайтесь разговаривать с ними, потому что не должно быть страшно ни вам, ни им внутри секс-шопа. А будем честны, нам страшно, когда входят клиенты, им страшно, когда они входят в секс-шоп. Ага, вот он стоит, сейчас будет задавать мне вопросы, и мы такие, ага, вот он зашел, сейчас мне придется о чем-то его спрашивать, о чем я никогда никого не спрашивал ранее. Говорить и быть максимально, наверное, лояльным и понимающим, понимающим клиента, да. секс-часть жизни. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»